Микс Ньюс Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа». Потому что сегодня вторник, традиционный день добрых дел на радиоболтком. А «Зелёная лампа» – это программа, как вы помните, о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И в студии у нас гости, аж два гостя. Это Диана Пирокс, певица, музыкант и педагог. И Микеле Троя, тоже музыкант и певец. Он будет говорить по-итальянски. Так что готовьтесь, дорогие радиослушатели. «Зелёная лампа» сегодня включается в помощь маленькому совсем мальчику. Ему 4 годика. Он живёт с мамой в Далгов Пилсе. И у него с рождения очень тяжёлый диагноз. Расстройство аутического спектра и другие расстройства развития. Мозгового развития. И очень сейчас нужна помощь для того, чтобы он прошёл 20-дневный курс реабилитации в Рижском центре. В специализированном Рижском центре. Мы расскажем об этом подробнее чуть позже. Мама живёт с ним одна. Ей очень-очень тяжело. Она просит нашей помощи. Телефон для звонков. 9-3-0-6-3-8-4. Евро 42 цента за звоночек. Спасибо всем. За фамилию мальчик Артур Вишаренко. 4 года. 4 годика. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня Диана Пиракс и Микеле Троя. Мы для того, чтобы... Прежде чем начать разговор, мы попросим вот маленький музыкальный отрывочек. Вы сейчас поймёте, почему. Субтитры создавал DimaTorzok И сразу скажу, что 8 ноября впервые в Балтии пройдёт уникальный международный проект «When Just Meet Opera». И вы слышали сейчас голос Дианы. Как она там заголосила этот кусочек, как Phantom of the Opera, да? Это вообще известное произведение, которое, я думаю, что все помнят ещё из репертуара Делиды. Это песня «I found my love in Portofino». Это самая, конечно, наизвестнейшая песня также в Италии, которую исполнила сначала женщина, потом уже её исполнил Андре Бачелли. Вот мы решили её также исполнить 8 ноября в концерте. А вот джаз встречает оперу. Это, в принципе, такая, ну, достаточно новаторская, смелая идея джаз и опера. Вот расскажите, что это будет? Вообще идея родилась уже давным-давно, когда мы ещё с Микелой познакомились. Это был, по-моему, 2019 год, да? Или 2018, я уже не помню, время так быстро летит. На Мальте мы работали. И тогда я знала, что Микела несёт культуру итальянскую, оперы. И, в принципе, для меня был не секрет, что он из музыкальной семьи. Он мне сразу сказал, я вообще популярную музыку не очень так люблю, но вот именно оперы я бы хотела как бы показать, как я пою. Вот когда он мне показал, как он поёт эти все замечательные арии, и Джузеппе Верди, и Пучини, я ему говорю, ну, надо что-то придумать, потому что я всё-таки человек новый на Мальте, может быть, я бы... И потом ты тоже из музыкальной семьи. И тоже из музыкальной семьи. И я как бы попросила Микела, говорю, ну, давай сделаем с тобой какой-нибудь пробный концерт. И как раз-таки на Мальте была идея, и она родилась, и на самом деле пользовалась успехом. У нас было очень много концертов, но концерты мы давали на Мальте вдвоём, используя, так скажем, музыку, музыкальное сопровождение, плейбэк, да. Ну, на большие концерты мы пока не подписывались. И как раз-таки по возвращению в Латвию я, как говорится, Микела, говорю, давай, может быть, сделаем большой проект вот с квартетом, чтобы ещё кто-то участвовал. И в этом же году, в 2020-м, меня познакомили с замечательной бразильской певицей. Тоже наша такая гордость, потому что она и у Нессы Галланты участвовала в проекте, она лауреат, по-моему, сняла второе место, и также она работает в национальной опере латвийской. Очень талантливая девушка Марьяна Нобре. Она будет выступать в дуэте вместе с Микелой Петь, также со мной, и я вот отвечу сейчас на ваш вопрос. Это, конечно же, может быть, такой секрет уже, да. Мы открываем какую-то такую частичку или дверь уже в программу. «Порги и Бэс» Джордж Гершвин, конечно же, будет звучать в концерте. Обязательно мы будем представлять самые известные композиции из этой оперы, и Марьяна будет петь вместе со мной, она будет петь академическим голосом, я буду петь уже в джазовой интерпретации. То есть вот там вот уже и будет вот это соприкосновение оперы и джаза, то, что я хотела. И, конечно же, с Микела дуэты, которые запланированы, они также будут в двух разных стилях, и в джазовом, и в оперном. Я немножко уже, так скажем, помогаю Микела осуществлять наши планы, потому что я и педагог по вокалу, и стараюсь его также немножко в джазовую музыку интегрировать, можно так сказать. Ну вот как бы наша музыкальная семья, я думаю, что и мама тоже моя помогает, она Микела иногда тоже консультирует. Диана, и вы продюсер концерта? Я сопродюсер, да, идея этого проекта, конечно же, зародилась. Я говорю, вот уже не только вот сегодня, там, как говорится, вот в этом году, да, как многие говорят, вот зародилась идея, и все сразу сделали. Нет, идея зародилась вот давно, и мы к ней шли, и благодаря поддержке Digital Art House, благодаря поддержке продюсера Романа Морозова, который, конечно же, представляет также кино, он уже очень много-много, я так понимаю, и продюсировал кино, и снимали и в Латвии, и на Мальте, и также снимали в Европе, и в других странах, и в Греции. Я поняла, что человек с большим опытом, который знает, как это можно, ну так скажем, предложить как концепт, потому что у нас не только концерт, но также будут выставки, репродукции известных наших великих мастеров. Это Ван Гог, это Клим, это Мане, это все будет вместе с нашим концертом, то есть во время концерта люди смогут насладиться самыми лучшими картинами, и не только вот, так скажем, на полотнах, да, а это будет все в проекции 360 градусов, то есть там будет оживать искусство. Можно попасть внутрь картины и окружить себя музыкой. Конечно, конечно, проекции на полу, на потолке, на стенах, это будет, мир будет оживать, музыка будет помогать. Все это, так скажем, будет на самом деле на высочайшем уровне, потому что концерт, первое отделение концерта, это чисто классическая музыка, это самые лучшие арии из опер, это будет на самом деле также и исполнение, Марьяна, я так понимаю, уже много открываю, но ладно, она будет также исполнять Кармен, в общем, Абонеро, да, Бизе, и я, в принципе, думаю, что мы договорились уже, что ждем многих наших поклонников, друзей, и я надеюсь, что этот проект, это будет премьера, она будет продолжаться, продолжаться, и мы уже на следующий год договорились с другими артистами из Италии и из России, которые будут участвовать в этом проекте международном. Напомним еще раз, что это будет 8 ноября. 8 ноября в Digital Art House, это известное место на Сколос, да, и билеты можно будет приобрести в кассах Билиш и Парадейза, и, соответственно, как бы сейчас вот еще есть какие-то билеты, мы надеемся, что люди придут, и я думаю, что будет полный аншлаг. Это очень красивый, очень качественный и очень дорогой проект, потому что живые голоса, живая музыка. Да, струны, квартет. У нас, кстати, очень известные музыканты будут играть, одни из лучших, которые играют также в симфоническом оркестре и в национальной опере. Я могу назвать имена. Это наша Анна Саунит, наша первая скрипка проекта, конечно же. Вторая скрипка – это Гидон Гринбергс, известнейший тоже, да, скрипач. На виолончели у нас будет Ирина Бликжанина, тоже очень известная музыкант, и здесь, наверное, и педагог тоже, да, и у нас четвертая на Альте будет играть Диана Риттенберга, тоже очень талантливая девушка, которая работает также в опере. В общем, у нас настолько большой… В общем, праздник такой делать. Да, праздник. Давайте Микеле спросим, как он к этому проекту относится, что со своей стороны добавит. Микеле, что ты думаешь о этом проекте, когда Джесса знает опера? Микеле Без тебя, конечно, я думаю, что праздник, это отрицательная вещь, что на читании по шлюзий, которые очень важны, которые очень важны, это фральзии от молодых мужчин, это овоевая музыка, пополарная музыка, и получу исключительство, но, в том числе, это немного, что пустишь, у нас достаточно виноват, Он говорит о том, что это очень важные два стиля в музыке, которые встречаются, понятно, это, так скажем, общий проект, и без этих стилей музыки, так скажем, без джаза и без оперы невозможно жить, настолько уже сколько лет прошло, опера жива, джаз жив, это говорит о том, что мы не можем прожить без культуры, без интеграции в эти замечательные стили музыки. И он очень рад, потому что с юношества он также изучал оперу, он пел, и у него папа певец оперный, работал, выступал в театре Массима де Палермо, он из города Палермо, где родилась, так скажем, тоже опера. Ну, конечно, мы говорим про Наполе, в общем, где родина оперы, если мы говорим про Каруза и остальных известнейших певцов, которые несут, так скажем, имя, имя вот этого легендарного слова опера. Но я, в принципе, за то, чтобы вообще молодых даже наших, так скажем, детей и студентов, вот эта программа вся, она была как бы больше, может быть, даже какой-то поддержкой государства. Как вообще мы сейчас рассматриваем в Latvies Cultures Capitalize Funds, даже вот предложить проект на какие-то концерты, может быть, даже социальные дома, благотворительные какие-то концерты сделать для деток, для детей, для образования. Потому что всё, что мы будем исполнять на концерте, это будет, ну, это будет, во-первых, классика и основы музыки, которые каждый ребёнок, я надеюсь, родители, с помощью родителей, конечно, которые будут вот говорить, да, это культурная программа, которую нужно, в принципе, также знать. И с точки зрения истории изобразительного искусства? В том числе, конечно, Ван Гог, Климп Мане, у нас будут такие замечательные вообще картины, мы уже отбирали, мы каждой песне отбирали картины, они, на самом деле, очень подходят. Вот такой микс, такой разных видов искусств, да, это, конечно, очень сейчас актуально, особенно в наше время, когда всем, ну, просто нереально тяжело живётся, и настроение у многих подавленное, и вот именно такие проекты, как Ваш, они в будущее направлены, я бы сказала. Без пафоса, просто в будущее. Спасибо, я надеюсь, что всё получится, так что мы с помощью наших гостей и с помощью наших радиослушателей хотим немножечко поднять настроение одинокой маме, маме мальчика Артура Вишаренко, мальчику 4 года, ему нужно очень важный пройти сейчас 20-дневный курс реабилитации терапии, важной терапии в Риге, вот, и для мамы это, конечно, неподъёмные деньги, у неё опустились руки, и она не знала, как вообще, может ли это состояться, и решили в рамках благотворительного фонда BeOpen, в рамках нашей программы, протянуть руку помощи этой маме, и просим Вашего участия, 9306384, один звоночек, это евро 62, а как можно помочь, сделав какое-то перечисление на сайте mixnews.lv, в рубрике «Зелёная лампа» даны банковские реквизиты счёта BeOpen, из этих денег не берутся никакие отчисления и проценты, целиком поступившие деньги могут быть перечислены на оплату счёта от медицинского центра. Я ещё добавлю буквально пару слов. Малышу 4 года, Артур, да, Артурчик, мы, чтобы познакомиться с ним и с его мамой, поехали в Даугавпилс, мы познакомились с ними, но, вы знаете, оно грустно, потому что она одна совсем с ним. У неё есть старшая дочка, но она уже закончила школу, уехала в Ригу, учится и работает. И жизнь, конечно, очень тяжёлая у этой женщины, она не может его оставить вообще ни на минуту, потому что, во-первых, не остаётся ни с кем, а, во-вторых, у него такие нарушения поведения и развития, которые поддаются корректировке, но для этого вот эти курсы и нужны, да. В детском саду он не может находиться, он там плачет до истерики, всех боится, и она его не отпускает от себя совсем. Мы стояли на улице, они вышли гулять, он очень шустрый мальчик, улыбается, бегает, но он не может ни с кем общаться, потому что он не может разговаривать. И сейчас до сих пор есть, слава богу, врачи, которые могут помочь, и это возможно сделать благодаря тому, что собрать сумму денег на его реабилитацию. Я так понимаю, что реабилитация будет в Риге, да? В Риге, в специализированном центре, 20 дней аж будет, и она здесь будет жить. И вот надежду что даёт? То есть у него такие вот нарушения при рождении уже были, умственного разбития, там что-то вот с сосудами мозга, диагноз написан у нас в статье точной. И сначала было всё хорошо, он вроде нормально развивался, но до годика. Даже начал говорить какие-то первые слова, а потом, как это часто бывает, откат назад произошёл. И он стал в развитии тормозиться. И вот поведение у него, конечно, с ним трудно очень, не смотрит в глаза, это аутический спектр вот включается, да? То есть его надо как-то вот специально держать, вести за ручку. Он может куда-то побежать, он может там упасть. И маме очень тяжело, потому что она вот реально одна с ним день и ночь, да, постоянно, ни с кем его оставить не может. Но недавно, она говорит, он стал расти, и она очень много с ним занимается, старается, и у него прогресс маленький такой появился. То есть он начал говорить четыре слова. Он, во-первых, стал говорить «мама», потом он говорит «всё», и ещё он говорит слово «рыбка». Я так много работаю с детьми, у меня очень много детей, кто занимается пением, да? Я не хочу сейчас делать рекламу, ставить анонс на вокале, но я педагог. Я всё-таки закончила Высшую Педагогическую Академию, и я считаю, что в четыре года ещё есть шанс большой помочь ребёнку. Это действительно и даже через пение, через музыку, общаясь с ребёнком, изучая песни. Это разрабатывается, и также мы говорим сейчас про речь, да, у детей, которые не выговаривают букву «Р», вот вы говорите «рыбка». Это уже большой прогресс для ребёнка, который говорит букву «Р», если он может всё-таки эту букву сказать, если он говорит, если он вообще… Вот недавно начал говорить. «Рыбка» – это два слова, да, мы говорим сейчас про те слова «мама», у него уже складываются какие-то слова, это уже большой плюс. Одежда есть. Значит, она работает с ним, и мама сама старается ему помочь, но я понимаю, что без помощи врачей это невозможно сделать. Но он ещё очень любит рыб, как она говорит, он везде, как увидят, они ходят специально в магазин, где вот эти живые рыбы, и в маленький зоопарк долгопилский, и там стоят буквально час может стоять и смотреть на этих рыбок, и вот это почему-то ему очень нравится, даже заговорил. Очень хотелось бы помочь, я надеюсь, что нас все, кто слышит сейчас, мобилизуются, потому что я понимаю, что в это нелёгкое время, когда многим тяжело… Именно так. Есть определённое, как бы, такое слово бумеранг, да, помоги другим, и тебе же вернётся. Я думаю, что сегодня стоит попросить наших радиослушателей мобилизоваться и помочь мальчику пройти эту терапию. 20 сеансов – это только начало, я думаю, что… А вот этот центр медицинский, куда они из Даугавпилсы должны приехать, называется «Лава-скола». Это для детей с аутизмом и другими расстройствами развития. Таких детей сейчас очень много, вот может быть, кому-то такая информация тоже поможет. Да, и государство не оплачивает, к сожалению, вот эти вещи, но они очень-очень нужны. Напоминаем, наш телефон 9300-6384, евро 42 цента за звоночек. А сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу, и через буквально 2 минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами. Уже продолжаем нашу программу, перерыв наш сократился неожиданно, да и очень хорошо, мы рады. Напоминаем, что наши гости сегодня, вот они улыбаются так солнечно, солнечные совершенно люди. Мне хочется спеть песню «Соломио». А давайте, давайте, давайте. Даже не знаю, в какой тональности Микелла. Поехали. 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 Это неожиданно, правда, мы не договаривались за такой сюрприз. Вопрос к Михеле. Что больше всего нравится в Риге, в нашем городе? Что тебе нравится Летония, Рига, в нашей стране? Чудо, где живём? Боже, это великое дерево, где огромное дерево, это большинство, это на этой природе. Чудо, которое не может дать? Даугава! Нас любят наши перспективы, реки и парки, это всё понятно. И в этом момент в Италии мы имеем много проблем с COVID-19. Я даже понимаю. В общем, я думаю, что у нас в Италии очень спокойно. Но в сравнении с Италией. И в Италии, здесь, в общем, очень спокойно. А что нравится в нашей культуре? Что тебе нравится? Ну, и в культуре, в кухне, мне очень нравится. Ему нравится наша кухня. Ему тоже очень нравится. И в то же время, в большинстве культуре, что здесь есть для музыки. Я думаю, что Рига – это город для музыки. Конечно же, она говорит о том, что Рига – это культурный город, в котором, так скажем, возрождается музыка. Это правда. Так и есть. Здесь очень много талантливых музыкантов. И я надеюсь, что люди, которые приезжают сюда, они просто так здесь остаются жить, потому что они понимают, что здесь спокойно, здесь у нас культура на высшем уровне, что если человек занимается своей карьерой, допустим, даже пусть это будет тот же программист, я не говорю про музыкантов. Всегда у людей, у которых есть стимул или какая-то стратегия добиться чего-то, они всегда это добиваются. Надо иметь желание. Я надеюсь, что у Микела не просто так родилось желание сюда приехать и здесь быть, так скажем, работать и сотрудничать с музыкантами. Я думаю, что это принесет свои плоды. У нас очень много, мне кажется, итальянцев. И не только для Микела, но и для нас. Да, конечно, это вообще обмен культурами, допустим, культурами, какими-то ценностями. И в Латвии я знаю еще двух-трех итальянцев, которые здесь очень хорошо, так скажем, и они сейчас знакомы всем, и они, допустим, достигли каких-то таких уже высоких рейтингов. И людям в Латвии, в России, мне кажется, вообще итальянская культура, она очень близка. Я об этом, кстати, говорила тоже в прямом эфире на радио в Италии. И, на самом деле, была безумно удивлена, что в Италии очень уважают, очень любят нашу культуру. Они знают очень много о Латвии. Несмотря на то, что мы были в Палермо, и Палермо – это не самый центр Италии. Но в Палермо мы обсуждали на радио, это уже в прямом эфире, наши культурные, допустим, ценности. Они знают, что такое Диасмус Вятки, они знают, что такое Латоний, для них Литония, вообще Латвия – это большой-большой, так скажем, ну, необычный, необычная Балтика. Для них, конечно, кажется, что, вау, холодно там все, так очень холодно. Вы бы, наверное, туда поехали только летом. Я их успокаиваю. Говорю, сейчас поменялась температура. Сейчас у нас все, на самом деле, не так, как было раньше. Уже нету минус 10, минус 15 зимой. Я говорю, уже нормальная температура. Говорю, можете приезжать в любое время года. У нас в Латвии красиво. Мы знаем, знаем и любим вашу страну, особенно ваших девушек. Вот эта фраза звучит всегда. Ну вот, и еще возвращаясь, конечно, к нашим тоже итальянским друзьям. Не просто так. У нас в этом году случилось событие очень серьезное, благодаря знакомой. Это Виктория Брована, которая пригласила меня спеть на мероприятии, посвященной также Латвии, с нашим замечательным господином Альбаном. Я думаю, что многие его знают, который не смог прилететь в августе на презентации песни «Тера Дамбра». Да, вот это к вопросу о том, что нравится в нашей стране. Вот и Альбану, на самом деле, господин Альбану, он спел в этой песне о Латвии. Он посвятил песню, так скажем… Он и спел, и все в этой песне рассказал о Латвии. И все, что у нас есть, эту песню можно послушать в Ютубе, посмотреть. Альбана посвятил песню Латвии. То есть, как бы это уже, наверное, прошло около пяти месяцев, как эта песня, она публикуется, люди ее слушают. Она действительно очень красивая. И очень красивый клип. Красивый клип. И вот из-за того, что какие-то были ограничения, он сам не смог прилететь, мне попросили спеть эту песню… То есть, Диана Перекс замещала Альбану. Да, так получилось. Вот мы были вместе с Микелом, мы познакомились тоже с послом Италии в Латвии, также с нашим замечательным консулом непосредственно в Риме. Я думаю, что все знают людей, которые связаны с политикой. Я не буду просто всех сейчас называть по фамилиям, но это было очень серьезное мероприятие, в котором также был экс-президент Латвии. Ну, это был такой небольшой круг людей, но мы это сделали на высшем уровне. И мы надеемся, что эту песню мы дальше будем нести также в массы. Я ее буду, наверное, уже в ближайшее время записывать на русском языке и на латышском языке. Мы уже это запланировали с автором песни также, да, с Чарлсом Гуджером. На русском, на латышском, сейчас, значит, на итальянском. Да. На каких языках вообще, Диана, вы поете? На восьми, да? Я пою на восьми языках, но об этом мы сейчас как бы, ну, можем говорить долго, потому что я, в принципе, везде-везде-везде путешествую и как бы собираю с каждой страны, да, какие-то интересные песни и репертуар. Ну, вот собрала сейчас пять проектов, которые у меня есть. Работаю в джазовом стиле, в рок-стиле и в латино-стиле, в поп-музыке, сейчас уже вот опера, и все вот эти проекты, они завязаны как бы под разный репертуар. Конечно же, песни испанские невозможно петь на других языках. Ну, если это латино, значит, это испанский. Конечно. И вот также Кубу, да, я пою очень много кубинских песен, и с Микелло, когда мы познакомились, я абсолютно не знала итальянский язык. Я начала его изучать и поняла, что мне он очень нужен, то есть петь это одно, то есть говорю вот на четырех свободно, а пою на восьми. А как вы познакомились? Ой, познакомились мы давно, уже прошло два года, это был замечательный вечер. Первый вечер моего прилета на Мальту, на остров Мальта, это красивейший остров, на котором я никогда не была, и случилось это 1 ноября, и 1 же ноября я познакомилась вечером с Микелло, и мы не расставались. То есть это вот просто дата была, да? Да. Это годовщина знакомств. Ну, как бы вот уже 1 ноября два года было как мы вместе, но для меня был сюрприз, потому что я не планировала ни с кем встречаться. И мне сказали мои друзья, кто жил на Мальте, они сказали, Мальта очень необычный остров, там случаются какие-то чудеса. Я не знаю, так и есть, но вот так случилось, и поверьте, ничего никогда не загадывала. А про чудеса. У нас, кстати, сегодня тоже случилось одно чудо. Сейчас мы расскажем и всех поблагодарим. Да. Мы традиционно в нашей программе подводим итоги прошлой недели. На прошлой неделе мы просили вашей помощи для покупки такого специального устройства «Кнопка жизни» для 25 человек. Большая часть из них – это представители таких организаций людей с инвалидностью из Даугавпилса. И еще наши подшефные программы «Зеленая лампа», чтобы… Да, 20 человек Даугавпилса. Да, беспомощные вот эти вот люди с инвалидностью… То есть в любой момент, чтобы вызвать экстренную помощь. Экстренную помощь, когда необходимо. Потому что были с ночи, люди падали, люди терялись, там лежали всю ночь дома. Ну, вот мы решили попробовать сделать, собрать, и чтобы им установили эти кнопки. Люди ждали эту кнопку. Но вот эти массовые проекты, когда мы вам вот говорим, что у нас есть мальчик Артур Вишаренко, 4 года, он живет в Даугавпилсе, здесь все понятно, да, и как-то люди откликаются. А вот эти коллективные такие проекты, они идут достаточно сложно, и мы даже продлили этот проект еще на неделю. И общими усилиями было собрано 2957 евро, и было принято 1048 звонков на сумму 1310 евро. На счет поступило 1909. Это вот мы отчитываемся. И получилось, что мы на эту сумму можем обеспечить 15 человек. Из 25. И за час до эфира в Labda Ribas Fonds Be Open, с которым мы сотрудничаем, позвонил человек, просто это не от имени какой-то компании, это личная инициатива, Дмитрий Самарин некий, и просто спросил, сколько не хватает. И не хватало у нас 1968 евро. Ему озвучили эту сумму, и он сказал, я хочу эти деньги перечислить, чтобы все 25 человек, которые в списке, которые ждут, чтобы получили эту кнопку помощи. А мы даже как-то так расстроились. Да, потому что мы думаем, ну вот кому-то не хватит, да, ну мы конечно доберем, мы будем еще обращаться к каким-то там фирмам и компаниям. Ну там эти 25 человек отбирались, то есть те, кому вот просто очень надо, сами они не могут этого сделать. Это не так дорого стоит, но они просто живут на какую-то мизерную пенсию. И вот этот человек, который позвонил и сделал нам это чудо сегодня, он совершенно не хотел, чтобы мы его называли, но мы бы все-таки назвали, потому что, вы знаете, это до слез. И такие вещи у нас очень часто бывают. Вот чего-то не хватает, в последний момент кто-то появляется и говорит, я закрою эту сумму. И вот эти деньги… Это большой шаг, это огромное спасибо… Спасибо Дмитрию. Дмитрию, да, действительно. Вот просто от нас и от всех наших. Потому что люди, которые беспомощны, им действительно нужно помогать. Сейчас очень много, ну в Латвии, я так понимаю, сейчас связано… Особенно много. Особенно, да. И в связи с тем, что на нашем, так скажем, вот уже примере… Мы просто были в Италии недавно, да, я знаю, какая там схема по здравоохранению, какая там идет поддержка государства. Она идет совершенно другая. И об этом надо говорить, конечно, в эфире, тоже стараться об этом говорить, затрагивать эту тему, что мы же все в Евросоюзе живем, да, у нас очень много проблем. У каждого человека, который живет… Пусть это будет Латвия, это будет Италия, это не важно, другая страна. У всех проблемы, у всех родственники, там знакомые, кто-то заболевает. Я просто очень призываю к тем людям, кто может помочь, чтобы они помогали, если есть возможность. Потому что мы должны помогать не из-за того, что, как бы, так скажем, нас так учили, а потому что есть определенные, так скажем, законы жизни, помоги другому, и тебе вернется вдвойне. И я, на самом деле, уже была тоже, вот, как бы, такая ситуация в моей жизни, когда я кому-то помогла безвозмездно, да. И, ну, как бы, не говорите о том, что там я какую-то сумму денег, но вот просто вот без гонорара, так скажем, где-то выступила, да. И вот мне вернулось вдвойне. Я, на самом деле, многие меня друзья тоже вот поддерживают, они говорят, вот ты, Дианка, молодец, вот ты можешь так, и мы так не можем вот где-то пойти бесплатно спеть. Я говорю, а я могу, если это связано с помощью инвалидам или с помощью, ну, помощи детям, людям, которым нужна какая-то поддержка даже в культурной сфере, я всегда говорю, я могу сделать с себя все возможное, если я свободна в этот день, да. То есть, как бы, мы говорим вот на таких, как бы, условиях. И я думаю, что люди, которые сейчас слушают нас, поймут, если есть возможность помогать любым способом. У кого финансово – финансово, у кого какую-то помощь – помощь. Ведь помощь тоже, люди от помощи нет. Даже словом. Конечно, не отказываются. Поэтому дай Бог всем вот этого вот здравомыслия. Спасибо большое, Данислава. А мы желаем, Диана вообще, она не первый раз в гостях у нашей программы, и она тот человек, который действительно откликается на любые предложения принять участие в каких-то благотворительных акциях, концертах. То есть, она сломя голову, бросается и помогает. А мы в ответ желаем, чтобы ваша мечта… Вот у вас есть мечта выступить на фестивале в Сан-Ремо. Чтобы как-то, чтобы Вселенная устроила таким образом, чтобы это осуществилось. Вот расскажите, как возникла эта мечта и что для этого нужно? Мечта возникла, вы не поверите, еще, наверное, 12 лет назад, когда я выступала в Риме. У меня были очень серьезные проекты. Я работала с одним из певцов, представителя хип-хоп-индустрии. Это не джаз. Конечно, хип-хоп – это такая музыка своеобразная. Но сейчас, на самом деле, в Италии очень она популярна. И люди, которые слушают радио, они зачастую просят ставить именно хип-хоп-композиции. И у меня тогда просто в Риге, в старом городе, осуществилась встреча с пилотом компании AirBaltic, который работал уже давно в Латвии. Он меня услышал. Он говорит, Диана, вы не согласились бы со мной полететь в Рим? Я бы, ну, вот как бы вас там познакомила с продюсером, и, может быть, что-то бы вместе сочинили какую-то песню, там, одну-вторую именно с ним, не со мной, потому что он автор текстов. А я, как бы, уже имела на тот момент свои композиции. Да, я пишу тоже, тоже композитор. И, конечно же, при встрече с его продюсером мы записали альбом. Я, по-моему, где-то около двух-трех месяцев там пробыла в Риме. И после выпуска альбома мне продюсер предложил, говорит, ну, давай попробуем на Сан-Ремо попасть. И я говорю, ну, с какой песней? Он говорит, ну, я песню приготовила. Вот песня называется «Эссенту», я чувствую. Она очень красивая, мне она действительно очень нравится. Записала ее вот с Симоной Бруньоли, как раз-таки этим пилотом. И позвонил продюсер, он говорит, ну, давай я попробую договориться. Он позвонил в Сан-Ремо, ну, как бы, организацию этого фестиваля. Сказали, Диана итальянка? Он говорит, нет, она из Латвии. 25 тысяч евро надо было заплатить за участие. За участие. Да. И, к сожалению, я, как бы, не смогла и не смогу, скорее всего, участвовать. Ну, даже не дело в деньгах, просто дело в других уже, как бы, отношениях. Как оказалось позже, после вот уже разговора непосредственно с моими друзьями, которые занимаются в Италии и в Палермо музыкальной сферой. Как раз-таки было недавно совещание с продюсером Марио Бионди, с его, так скажем, соп-продюсером тоже и основателем звукозаписывающей студии в Катании, так как Марио Бионди тренет. В общем, мы говорили про Сан-Рема. Я надеюсь, что все получится. Я не хочу пока много чего рассказывать. Но благодаря тоже Микелло, который в Италии родился, и если все получится на будущее, если мы сможем записать еще одну песню, то эта песня, скорее всего, будет представлена на конкурсе Сан-Рема. Но уже от другого продюсера и другого... В этот момент все наши радиоуслушатели допускают энергию, присоединяются к нашим добрым пожеланиям. Я не останавливаюсь. Меня эта мечта не покидает. И, конечно же, тоже господина Альбана, который знаком с Викторией тоже Брованой. Я знаю, что Виктория тоже обещала со своей стороны меня познакомить с Альбаной. И она говорит, Диана, я тебе помогу и надеюсь, что все получится. То есть мы будем пытаться со всех сторон участвовать в этом конкурсе. А пока мы приглашаем рижан и вообще жителей Латвии, которые любят музыку, которые любят изобразительное искусство, 8 ноября на уникальный, действительно, премьеру уникального международного проекта «Вэнджаз Митс Опера». И аранжировки вам создавала ученица Юрия Башмита, да? Совершенно верно, да. Такая Наталья Смолина, которая специально… Как вам удалось такого человека затянуть в проект? Ой, вы знаете, моя коллега по работе, так скажем, она искала очень много аранжировщиков. Мы делали даже целый конкурс, проводили конкурс, потому что это очень серьезный проект, и там невозможно просто, знаете, скопировать там ноты из интернета, как многие думают, там купить аппликацию тот же «Арил» и что-то сделать, потому что это струнный квартет, там нужны аранжировки специфические, нужен человек, который знает грамоту, который понимает, что такое джаз, что такое опера, потому что в джазе совершенно другие, там синкопированный ритм, там очень другая вообще как бы схема партитуры. И, ну, знакомые, конечно, многие есть в Москве, но так получилось, что вот у Анны, у первой скрипки проекта «Альма» были давние еще отношения с Наташей, и Наташа сказала, ну, девочки, я буду стараться, я вам помогу. И вот она как бы наш план осуществила… Это чудеса какие-то, да? Это чудеса, потому что человек делает очень быстро аранжировки, настолько быстро, я даже не думала, что это возможно. Думала, что это займет год, она сделала это за два месяца. Потрясающе. Давайте, Микелли, спросим, он верит в чудеса? Мирикл. Ты кописка? Ты креду в мирикл? Миракулы. Чи креду. Чи креду. Он верит, конечно, в чудеса. Чи креду, чи креду, не аутопрова, на мябре витая, а висто, калки миракулы. Калки миракулы. Какое для тебя, вот, как это правильно по-русски мы говорим, это чудеса? Калки миракулы. Калки миракулы. Ну, это такая тема очень щекотливая. Он сейчас затронул тему Ватикана, тему очень больших серьезных открытий. Это, конечно же, Падре Пио, который для итальянцев святой просто творил чудеса при жизни. И я знаю, что тоже на родине Альбана он сейчас, как бы, его мемориал, да, в церкви, он не изменился. Вот в этом весь, может быть, секрет. Я тоже об этом не знала. Мне рассказала мама Микелу, что даже вот сейчас совсем недавно сделали святым одного молодого совершенно подростка, который при жизни уже знал Евангелию. И его Ватикан сейчас признал святым. Вот сейчас как раз таки Микел говорит, что он верит в эти чудеса, и он рассказывал про святого одного, которого вот все знают, это Падре Пио. Падре Пио, да. Донсировали, что мальчика нашли, да, после эксгумации совершенно без изменений. И никто не верил в это. Вот сейчас тоже вот об этом все говорят, журналисты тоже, да. И в Италии это особая тема, потому что Ватикан, как бы, не хотел признавать изначально его святым, но вот мама настояла на эксгумации. И так получилось. Как бы вот такие чудеса. Ну, там своя процедура. Своя процедура. В общем, свои такие интересные события. И в Италии, конечно же, в Палермо все известные те же катакомбы, все знают эти катакомбы в Палермо. Там где лежит девочка маленькая, да, которая открывает глазки, которая не изменилась, но у нее там, по-моему, забальзамировано это тело, да, но оно без изменений. Вот уж мама рассказывала, что многие туристы со всего мира приезжают посмотреть на эту девочку. То есть есть какие-то такие даже места, где происходят чудеса. Там многие вот итальянцы верят в это, и это им помогает на самом деле. И вот Микел один из них, он очень, очень… Я тоже верующий. Я тоже верующий. И, по-моему, Падре Пио, у него, у него были те же самые отпечатки, да, как вот… Да, как у Сан-Франческо. И очень много людей тоже, ну, как бы не верили в это, во все, да, и потом вот, ну, как оказалось, это оказалось. И lui era dell'ordine francescano. Падре Пио era dell'ordine francescano. Кстати, есть фильм, фильм очень интересный про Падре Пио. Это, по-моему, так и называется Падре Пио. Можно посмотреть, потому что это такая, да, в истории XX века очень интересная история. Я очень хочу побывать там, мы собирались как раз-таки лететь в Италию, в Бари. И… И находится это место прямо на шпоре. А, понятно. Ну, в общем, сейчас очень много вообще в Латвии тоже творится чудес, потому что многие, ну, как бы… Маленьких и больших. И больших, и маленьких. И, на самом деле, все ждут тех же рождественских там сюрпризов, концертов. Я надеюсь, что вот это время, которое нам предстоит пережить, да, оно не будет таким депрессивным. Я надеюсь, что его скрасит какие-то культурные мероприятия, которые все-таки пройдут в Латвии. Я надеюсь, что до конца нас не посадят, так скажем, в изоляции, да, всех, не могут посадить людей, потому что нам все-таки надо как-то жить, существовать, работать, надо людей тоже поддерживать. Я одна из тех, поднимая руку вверх, как говорится, которая готова продолжать и культурные мероприятия, и концерты, и всегда буду принимать звонки и пожелания людей, если есть какие-то предложения, всегда меня можно найти в соцсетях. Думаю, что Рига – маленький город, знает, где нас найти. Спасибо. Спасибо большое, Диана, спасибо большое, Микеле. Наша программа подошла к концу, у нас осталось буквально полминуточки. Спасибо вам большое. Мы желаем вам, чтобы все ваши проекты вот просто на ура удались, чтобы люди были счастливы, и у вас тоже от этого были счастливы глаза. Спасибо вам большое, спасибо. Всего доброго и до следующего вторника. Спасибо.